Всем привет, друзья! Новый выпуск на канале, и у нас, как всегда, нет никакой рекламы, так что спокойно смотри это видео. Но мы начинаем! Погнали! Глава Топ Рэнк Бупарум анонсировал возвращение бокса после весеннего перерыва. Шакур Стивенсон, Эндрю Малони, Хосе Педраса и другие вернутся на ринг в Юле в Лас-Вегасе. Всего запланировано шесть вечеров бокса, которые пройдут без зрителей и будут показаны на ESPN. Они будут дополняться и другими именами. Также WBC не намерен менять дату обязательной защиты титула чемпиона в супертяжелом весе, который принадлежит Тайсену Фюри. Диллиан Уайт является официальным претендентом на титул WBC более двух лет, и его чемпионский поединок должен состояться не позднее, 21 февраля 2021 года. Президент WBC Маурисия Сулейман отправил официальное письмо в лагерь Фюри, напомнив ему, что ему придется сражаться с Уайтом, если он хочет сохранить свой пояс. В конце года ожидается третий бой Тайсена Фюри с Дон Тейм Вайлдером, тогда как Уайт вернется на ринг 8 или 15 августа поединком с Александром Поветкиным. Сам Диллиан Уайт выразил обеспокоенность тем, что 53-летний Майк Тайсон возвращается на ринг. Недавно стало известно, что президент WBC Маурисия Сулейман не прочь устроить Майку встречу с Тайсеном Фюри. Цыганский король подтвердил, что ему предлагали подобный вариант. Это глупость. Они уже три года не могут санкционировать мой бой с чемпионом WBC. И тут они хотят санкционировать встречу 53-летнего ветерана со 31-летним Фюри. Это не имеет смысла. И такое не должно поощряться. А что если Тайсон вернется на ринг и там же умрет? Что будет потом? В нашем спорте уже достаточно грязи и тьмы, и больше не надо. Майк Тайсон – легенда. И все это смотрится хорошо на минутных клипах в Инстаграме. Но другое дело – драться 12 раундов по 3 минуты. Сейчас Майк в таком возрасте, когда разум и глаза могут обмануть организм, который на самом деле уже не потянет большие нагрузки. Есть более простые способы испытать себя, чем драться с молодыми и голодными парнями. Я беспокоюсь, что он может серьезно пострадать. Эксперт Стивен Эдвардс вспомнил скандальный судейский вердикт в первом поединке Головкин с Канело. «Я думаю, что мы слишком много дискредитируем Трипл-Жи. Он отличный современный боец. Это решение в первом бою с Канело стоило ему статуса великого. Трипл-Жи нужно было это решение судей свою пользу. Я думал, что он победил тогда, но, честно говоря, я не был поражен его фактическим выступлением». Критики почему-то говорят, что Головкин якобы никогда и вовсе не был хорош, раз он пошел на спад после 35 лет. Что ж, гений, это был момент, до которого все уклонялись от боя с ним. Все ждали, пока он пойдет на спад, и лишь после этого начали с ним драться. Эдрен Бронер раскритиковал решение Флойда Мэйвезера тренировать чемпиона WBC в легком весе Дэвина Хэйни. «Я честно думаю, что это чушь собачья. Мне это не нравится, хотя я не имею ничего против Дэвина Хэйни. Однако Мэйвезер является промоутером одного из самых известных боксеров нашего времени. Я имею ввиду Джерванта Дэвиса. Зачем тренировать его конкурента? Я не понимаю, это какое-то дерьмо. Я полностью на стороне Дэвиса. Не думаю, что Флойд должен тренировать Хэйни и подсказывать ему, как побить его бойца. Это очень неуважительно. Я не хочу вмешиваться, но считаю, что это галимый пливок в лицо. Мне это не нравится. Мне кажется, что Мэйвезер продемонстрировал неуважение к Дэвису. А на этом у меня все, друзья. Подписывайтесь на канал, обязательно комментируйте, так как мне очень важно знать ваше мнение. Ну и ставьте ваши бойцовские лайки. Всем крепкого здоровья и удачного дня!